28 сентября губернатор Игорь Руденя в Твери посетил сборный пункт, в котором размещены и проходят обучение граждане, призванные в вооруженные силы, в рамках частичной мобилизации, объявленной президентом России. Роман Быков также пообщался с земляками, которые встали на защиту Родины. Мобилизационный пункт создан в здании, где до переезда в новый комплекс размещалось Суворовское военное училище. Здесь обустроены столовая, зоны отдыха, казармы, залы учебной подготовки. Сегодня на плацу проходили занятия по оказанию первой медицинской помощи. Это одни из ценнейших знаний, которые могут пригодиться как в зоне боевых действий, так и в прифронтовой полосе. Пульсация проверяется на сонной артерии, на сонной или на бедренной, вот здесь вот. Потому что на периферических артериях пульсации не будет. Обучаем двум основным принципам, что исходя из нашего опыта работы в зоне специальной военной операции, это остановка кровотечения и проведение базовой сердечно-легочной реанимации. Среди мобилизованных те, у кого уже есть боевой опыт. Александр Тишкин, житель города Кимбры, с 2003 года по 2005 выполнял свой воинский долг в Чечне в составе пограничных войск. Мы тогда защищали родину, как говорится, когда были в Чечне. Ну и сейчас, соответственно, пришло, настало опять время, опять нам защищать родину. Любой опыт, даже вот, ну минимальный, он всегда пригодится. Чем больше опыта, тем больше шансов выжить и спасти своих товарищей. Сергей Ионов до мобилизации работал на Лихославльском заводе светотехника. Срочную службу проходил 26 лет назад тоже в погранвойсках. Говорит, что как только пришла повестка, сразу же отправился в военкомат. Причем в своей семье он такой не один. У меня, например, сын узнал, что я иду. На следующий день он пришел. Вместе сейчас в одном взводе находимся. Он примером вашему, вашему примеру последовал? Ну так же, пришла повестка, собрался, пошел. Пункт является межрегиональным. Здесь размещаются граждане, мобилизованные в Тверской области и в других регионах Центральной России. Все уже получили обмундирование, зимнюю форму. Организовано трехразовое горячее питание. Есть возможность пообщаться, встретиться с родственниками. Но, конечно, главное – это боевая подготовка. В первую очередь, огневая. Необходимо с военнослужащим провести теоретические занятия. Занятия по требованиям безопасности. И сама огневая подготовка. Выполнение упражнений начальных стрельб, выполнение упражнений контрольных стрельб. Напомним, что с первых же часов, прошедших после объявления частичной мобилизации, Тверская область активно приступила к решению всех поставленных задач. В частности, из числа добровольцев снарядили и экипировали танковый батальон, который направлен в район проведения специальной военной операции. Активно участвуют и все остальные категории граждан, которые получили повестки. У нас некоторые муниципальные образования гораздо больше дали людей, чем было предписано по мобилизационным заданиям. Просто люди не остались равнодушными. Они пришли на сборный пункт. Это люди, которые имеют гражданские профессии. Это люди, у которых есть семьи. Которые просто не остались равнодушными к тому, что происходит сегодня на соседней территории. Кроме того, по поручению губернатора Игоря Руденни, в Верхней Волжье расширена работа горячей линии 122 по вопросам частичной мобилизации. Главой региона поставлены задачи по детальному разбору каждого из поступивших обращений. Также разрабатывается комплекс мер поддержки семей призванных граждан и добровольцев. Их детям будут вне очереди предоставлять места в детских садах и школах. Близкие мобилизованных смогут бесплатно посещать спортивные и культурные мероприятия. На безвозмездной основе они смогут получать лекарства при наличии заболеваний, требующих медикаментозного лечения. Добрый день!